В пасхальные дни глава Нижегородской митрополии впервые посетил Покровский храм поселка Вад, а также совершил божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе Арзамаса. В поездках, как всегда, митрополита Георгия сопровождала съемочная группа Нижегородской телекомпании «Образ». В пасхальные дни в храмах особенно много прихожан. Сегодня благостью всякий озарен, ввызлетает радостно колокольный звон. Каменный Покровский храм построили в 1814 году. Церковь простояла нетронутой до 1935 года. Потом начались реконструкции. Сегодня внешне она похожа на административное здание с крестом на крыше. Но реставрация продолжается. Планируется установить купол и расширить внутренние помещения храма. Это необходимо, ведь прихожан в последнее время становится все больше. Жителей у нас все-таки не 20 человек, а 6 тысяч практически. Ну, к сожалению, не все 6 тысяч ходят в храм. Но, тем не менее, с каждым воскресеньем я наблюдаю хоть на одного человека, а больше приходят. Как у молодых, так и новокрещенных детишек. То есть, трудно распрещать. То есть, у нас приход действительно развивается. Главная гордость прихода – воскресная школа. Она существует уже 7 лет. Ребята изучают закон Божий, краеведение, церковно-славянский язык. Но главная задача преподавателей – воспитать детей хорошими людьми и воцерковить их. Мне очень понравился закон Божий. Там, потому что описывают, ну, как священники служат. Это очень интересный процесс. Также очень нравилось мне петь. Мы выступали в храме, разные песни пели. И на праздниках на разных везде выступали. И по детским домам ходили. И там, а потом престарелым. Это очень интересно, увлекательно. Когда общаешься с людьми. Маша говорит, что, участвуя в церковной жизни, человек постепенно начинает стремиться к Богу. Младшим ученикам воскресной школы еще рано размышлять на такие темы. Для них самое интересное – рассказы о святых людях и церковных праздниках. Особенно о Пасхе. Воскрес Иисус Христос. Когда Он вошел в Иерусалим, Его сначала встречали радостно. Потом Его убили, распяли на Христе. Сначала Он попал в ад, но потом Он воскрес и открыл людям рай. Вся наша с вами жизнь, вся наша вера и упование, вера в том, что Господь победил смерть и стал восстан из мертвых. Упование наше на то, что и каждый из нас, верующий во Христа, сможет восстать из мертвых и обрести бессмерт. Субтитры создавал DimaTorzok